это случилось четверга на пятницу загорелся в доме туалет начался пожар в то время пока родители менялись ну папа поехал на работу а мама возвращалась начал гореть дом я проснулся от звука похоже на скрежет проснулся пошел посмотрел звук был из туалета открыл он весь горит и оттуда пламя идет я пытался закрыть но из-за дня я не смог этого сделать я хотел взять сестер и выбежать из дома через парадную дверь но не смог потому что огонь выбрался до двери из-за чего мне пришлось разбить окно взять сестер посадить их на подоконник самому вылезти из окна и вытащить их оттуда младшую зовут ева ей четыре года а саша зовут полина ей 7 лет очень страшно было подумал что может это все конец надо положиться на пол чтобы угарный газ не но я не его не вдыхал я еще и сестер положил на пол а так как и не было способа выйти наружу через дверь я через окно рукой чисто рукой без ничего сильно у меня шрамы остались на двух руках и немного на ногах практически вся деревня сразу узнала типа говорили что я молодец спас не только себя но и сестер не струсил не убежал просто скажем что ты чувствовал когда сидел с людьми которые тоже получают такие награды и ты вот в их числе но я думал то что и там примерно но они намного старше меня то что мне всего 13 лет и я уже был там находился ты же пожал руку президента да ну и как она пожать группу самому главному человеку в стране это честь в школе объясняют если вдруг случается подобная да сильно хорошо объясняет даже даже был угол типа если не можно через дверь можно попытаться через окно там замотайте руку в одеяло или подушку и выбить окно чтоб меньше порезал был я просто рукой любил под рукой ничего не было я в тот момент вообще не думал о безопасности а с девочками как что сейчас они сейчас спокойно живут они даже не вспоминают об этом сейчас они надышались и газа у полины его младшая сестра она порядка была просто немного кашлял а полина сильно она сжалась и она со мной больницы было просто отравление было и все добрый день мы рады приветствовать вас в белта в нашем новом проекте страна говорит здесь мы обсуждаем самые насущные темы и проблемы которые касаются и волнуют всех наш первый герой герой новостных лент из-за городка макраны малоритского района богдан шелик спасший жизни своих маленьких сестер недавно президент наградил его медалью за спасенную жизнь человек с большим сердцем так назвал глава государства богдана из этого видео на наш взгляд следует целый ряд выводов во первых богдан просто молодец смелый парень настоящий герой во вторых что особенно приятно он знал как ему действовать мы слышали это в его интервью он рассказал что нужно лечь на пол что там есть кислород он так поступил с сестрами четко выбил окно и вынес то есть он был готов и это говорит о действенности реальной действенности профилактики у которой были свои критики третья эта история равно как резонанс в случае с романом к годовским говорит нам о том что сезон холодов в сельской местности проблематика пожаров обостряется и она требует самого пристального внимания собственно об этом мы хотим сегодня поговорить позвольте представить участников сегодняшнего разговора евгений владимирович барановский официальный представитель министерства по чрезвычайным ситуациям сергей михал щербатых начальник пожарного аварийно-спасательного отряда витебс витебского областного управления мчс михаил федорович лысов заместитель начальника отдела надзора и профилактики гомельско областного управления мчс евгений олегович гончаров начальник центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью могилевского областного управления мчс евгений владимирович первый вопрос вам по статистике насколько обычно вырастает число пожаров в сельской местности в городах с приходом холодов может быть вы уже зафиксировали вот за эти первые холодные недели были заморозки ночные мы все помним какой-то рост но мы сегодня наблюдаем динамики статистику в принципе как вы правильно сказали с приходом холодов вопросы пожарной безопасности становятся наиболее актуальными вместе с тем это не только сезонный элемент наша система министерства по чрезвычайным ситуациям органов подразделения по чрезвычайным ситуациям она как раз таки сосредоточена для того чтобы ежедневно анализировать эту обстановку реализовывать различные мероприятия начиная от профилактики чрезвычайной ситуации заканчивая эффективной системой реагирования на пожары другие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и обеспечения безопасности нашего населения сегодня та статистика которая есть она в принципе прогнозируемая стабильная оперативная обстановка с пожарами она тоже под контролем есть небольшая динамика к увеличению пожаров в жилом фонде жилой фонд это самый такой критичный элемент сегодня и в сельской местности у нас регистрируются две с половиной тысячи пожаров городской местности это полторы тысячи пожаров ориентировочно но и самое печальное это конечно все равно продолжают гибнуть люди и те героические случаи вот этот замечательный случай спасения богдана из брещины который проявил героизм мужество смекалку находчивость это конечно замечательно то есть мы видим эволюцию нашего общества мы видим новое поколение которое готово а созидать готова спасать готова жертвовать собой ради высоких целей но вместе с тем причины то пожаров остаются сами пожары остаются риски возникновения этих чрезвычайных ситуаций они остаются поэтому министерство по чрезвычайным ситуациям проводит активную работу для того чтобы в первую очередь не допустить гибель людей сократить риски возникновения пожаров в сельской местности поэтому в жилом фонде в целом и все-таки можем ли мы привести абсолютную цифру сколько тем не менее в сезон холодов гибнет людей по стране в сельском местности городах вот именно в сезон отопительный но мы не можем говорить наверное об этой цифре сегодня потому что сезон может растягиваться в зависимости от зависимости от холодов в зависимости от обстановки в целом в разрезе сегодня у нас 412 человек по состоянию на 8 месяцев погибло человек в прошлом году это было 407 человек и здесь нужно отталкиваться конечно от причин первостепенно как раз таки та системная работа которую мы проводим уже длительное время министерством по чрезвычайным ситуациям она привела к тому скажем той к той точке когда состояние объектов жилищного фонда состояние пожарной безопасности она не является первостепенным при первостепенной причины возникновения сегодня доминирует социальный фактор если мы рассмотрим основную причину возникновения пожаров это неосторожное обращение с огнем непотушенная сигарета курение в состоянии алкогольного опьянения на сегодняшний момент это львиная доля причин всех пожаров 87 процентов пожаров это по причине неосторожного обращения с огнем 10-15 лет назад насколько я помню пирамида выглядела так неисправное печное отопление неисправная проводка курение в постели в состоянии алкогольного опьянения то есть за эти годы не изменилось на селе это парадигма это пирамида в принципе пирамида то не изменилось но цифры поменялись если рассмотреть в целом комплекс на ситуацию то причины пожаров по неисправности электропроводки сегодня нарушение правил эксплуатации электрооборудования 7 процентов печного оборудования 4 с половиной процента то есть это не такие большие цифры на сегодняшний день они под контролем это та системная работа которую проводят органы подразделения по чрезвычайным ситуациям на местах реализуя различный комплекс мероприятий они привели к этому к этой статистике но сейчас на 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 перед выходит как раз таки социальный фактор где министерство по чрезвычайным ситуациям в одиночку не может повлиять коренным образом на эту проблему то есть 87 процентов пожара по причине неосторожного обращения с огнем здесь идет социальный фактор в первую очередь это люди нетрудоспособные это люди ведущая социальный образ жизни это престарелые граждане то есть в в этом контексте здесь кстати михаил федорович очень подробно расскажет как это происходит на местах и благодаря вот замечательным проекту страна говорит у нас есть возможность обсуждать эту тему сегодня в широком экспертном составе когда мы можем поговорить с различными представителями нашего министерства реализующие важные направления в их деятельности начиная профилактики заканчивая реагированием на чрезвычайной ситуации спасибо давайте нарисуем такую картинку может быть для городского жителя она будет незнакомой неизвестной мало кто знает как сегодня горит сельский дом не все горожане представляют себе с какими реалиями сталкиваются подразделения мчс в сельской местности например насколько я помню сельский дом выгорает за 10 минут падают со стропила и засыпают жильцов которые есть там температура горения при этом превышает 1000 градусов по цельсию то есть мы говорим о том что в принципе сегодня эти пожары если они происходят в ночное время если они происходят ранее утреннее время это очень тяжелая ситуация продолжите пожалуйста совершенно верно порядка 10 минут требуется на то чтобы жилой дом это деревянная конструкция в основном сгорает в принципе не подлежит восстановлению вместе с тем несет угрозу непосредственно тем жильцам которые находятся в доме также соседним странением возникает угроза распространения пожара тот же фактор надо учитывать что в сельской местности в отличие от городской местности дома наиболее удалены от расположения пожарно-аварийных спасательных подразделений если вовремя не обнаружен пожар а пожар в основном как правило обнаруживается местными жителями уже по факту когда дом уже разгорается и полностью объят огнем это происходит открытое горение дома соответственно если жильцы самостоятельно не покинули помещение вероятность их спасения уже снижается многократно по прибытию подразделений производится боевое развертывание вводятся силы и средства на тушение пожара на проведение поисковых спасательных работ после чего совершается тушение пожара привлекаются какие-то дополнительные силы и средства особо хочется обратить внимание на то что наибольшее такое количество пожаров происходит именно в ночное время когда происходит позднее обнаружение пожара и причины тому является то же самое неосторожное обращение с огнем это и печное отопление и какие-то нарушения пожарно-профилактических мероприятий зачастую нет каких-то пожарных извещателей либо они если присутствует доме они могут могут быть неисправны надо сказать что пожарный автономная извещация на сегодняшний день это прибор уникальный по сути очень простой и наиболее эффективный человеческий организм так устроен что во время сна он не воспринимает продукты горения не воспринимает продукты отравления которые выделяются при горении получает дышит получает отравление и соответственно как правило гибель человека происходит задолго до момента прибытия подразделения когда уже поздно если обнаружение происходит ранее то подразделение прибывшие гарантированно обеспечить спасение человека задам такой вопрос вам в скольких случаях из десяти когда вы приезжаете спасать уже некого как правило если это удаленное какое-то расстояние пользования обнаружения то процент снижается семь восемь где-то случаев где спасти уже человека не удается именно поэтому мы и говорим что сегодня в сельской местности ставка делается на профилактику и на профилактику с помощью технических средств характера более того каждую осень и весной мчс год за годом уже по моему лет 15 или 20 уходит на подворовые обходы в сельской местности вот зону особого контроля внимания попадают наиболее уязвимая категории наших граждан это многодетные семьи это одиноко проживающие пенсионеры это инвалиды малоимущие люди хотелось бы спросить миха федорович что в первую очередь смотрится в таких домах что вы проверяете вот и какие нарушения выявляете работа по профилактике пожаров в сельской местности в жилых помещениях граждан она мчс проводится на постоянной системы на основе в течение всего года но естественно с началом отопительного сезона вектор этой работы немного смещается на именно жилища где имеется печное отопление дабы своевременно гражданам показать имеющиеся возможные причины из-за которого отопительный сезон скажем так может не задаться поэтому да вы правильно сказали мы работаем не только своими силами к этой работе мы в обязательном порядке подключаем и другие субъекты профилактики правонарушений огромную помощь в этом направлении оказывают местные органы власти которые как никто лучше знают кто проживает у них на территории сельсоветов где они работают с кем проживают значит поэтому с тесной связке вся эта работа осуществляется и нарушения какие типичные нарушения части требований требований пожарной безопасности это значит раз уже мы начали тему автономных пожарных извещателей то ну наличие автономного пожарных извещателей в доме это еще хорошо но тут самое важное еще содержать его в исправном состоянии зачастую как типовое такое нарушение менять батарейки вы хотите сказать совершенно верно то есть неисправные элементы питания извещатель установлен согласно требований эксплуатационной документации но фактически он неисправен и эффективность его нулевая я расскажу значит один пример когда из практики в одно время работал в добрском подразделении районном мчс значит и на практике вот прошел пожар вот как и серий михайлович рассказывал значит отдаленный населенный пункт где-то порядка 25 километров то есть отселенный скажем так наполовину населенный пункт то есть пожар был уже обнаружен когда дом кровля охвачено было огнем наши подразделения прибыли но помочь хозяину уже ничем не смогли хотя шансы на спасение были я лично когда вы был на место происшествия какую картину обнаружил автономный пожарный извещатель в доме был но на момент моего скажем так прибытия он находился он был демонтирован и лежал на столе и просто пищал потом в процессе значит проверки по пожару выяснились какие обстоятельства пенсионер безработный значит которые злоупотреблял спиртными напитками значит был на примете ну на соответствующих учетах и все лисполкоме в органах внутренних дел органы здравоохранения оказали ему помощь установили за счет средств сельсовета автономный пожарный извещатель проинструктировали вручили памятку установили его над кроватью человек был курячек просто предупредили сказали не кури в постели и не придерживаясь в правом состоянии извещатель и вот так получилось и вот так получилось знаешь что самая главная проблема населена сколько бывал таких рейдах это проводка и это печное отопление которое является ровесником своих престарелых хозяев проводка выходит из строя навершает как здесь что вы смотрите здесь также к наиболее часто выявляемым нарушением был как вы правильно сказали является нарушение правил устройства эксплуатации печного отопления то есть зачастую граждане несмотря на длительный межотопительный период вопросом приведения в исправность печного отопления вот в этот промежуток времени внимание они уделяют абсолютно и как говорится зима пришла незаметно начинается топитный сезон а печь фактически к эксплуатации не готова хотя как показывает практика значит ну большим специалистам в том чтобы оценить исправность печи особо здесь не нужно быть то есть это все на поверхности и трещины сквозные какие-то черные пятна выхода дыма значит не закрывающаяся дверца топливника значит покривившийся дымоход и так далее то есть ну человек сам может в состоянии оценить и здесь мер дополнительных скажем так затратных для приведения в исправность состояния печного отопления абсолютно зачастую применять не стоит то есть грубо говоря размешать раствор глины и замазать трещины побелить корпус печи прибить притопочный лист или увеличить его размеры эти не соответствуют требованиям вы вышли на обход обнаружили эти нарушения я так понимаю выдаются приписание на руки хозяина дается какой-то срок на устранение этих огрехов совершенно верно мы все выявленные несоответствия требования пожарной безопасности в обязательном порядке доводим до собственника проживающих граждан вручаем рекомендации то есть наша основная цель не наказать человека указать ему на имеющиеся недостатки спрофилактировать значит разъясняем каким способом можно устранить то или иное нарушение то есть мы как специалисты видим сможет человек с учетом своего возраста физического состояния сам устранить эти нарушения либо нет потому что зачастую даже пенсионерки бабушки старенькие им покажешь вот она не видит трещину а ей указываешь на нее она прямо при тебе начинает изготавливается раствор глиняный и зачастую даже при смотровой комиссии то есть субъекты профилактики еще не покинули дом а уже трещина грубо говоря устранена поэтому любом случае вручаются рекомендации устанавливается срок штраф можно получить за неисполнение предписание рекомендации которые выданы по инспектором госпожного взора по значит все выявленные нарушения берутся на контроль значит по истечению сроков которые были установлены для их устранения в обязательном порядке числяется контрольное мероприятие значит мы посещаем повторно эти адреса домовладения в том случае если человек не устранил эти нарушения и мы видим что эксплуатация той же самой топитной печи с этими нарушениями может реально повлечь возниками пожара здесь в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административно ответственность соответствии со статьей 2436 кодекса республики беларусь об административных правонарушениях то есть можно и штрафчик заплатить естественно я бы здесь добавилась есть возможность вот михаил федорович правильную тему обозначил что мы предупреждаем наша цель сегодня не достучаться до кармана человека не наказать его мы идем к человеку мы оказываем содействие сегодня с учетом того что мы понимаем какая причина возникновения пожаров мы хотим все-таки сформировать правильное сознание человека чтобы он понимал что как раз таки от него зависит его безопасность безопасность его родных детей близких и что он вправе и в состоянии все это сделать и если у него нет такой возможности как определенные социальные группы как раз таки государство направляет адресную помощь для того чтобы ему помочь поэтому сегодня очень важно заложить основы сознательного поведения и ответственного отношения к культуре безопасности это ключ на сегодняшний момент мы видим что белорусское общество эволюционирует мы видим что люди начинают задумываться об этом и как раз таки идем по тому направлению чтобы помочь им помочь нашим гражданам обеспечить их домогладение безопасными условиями спасибо я знаю что большой бич на селе зимой самодельная обогреватель так называемые самоделки и делают кустарным способом из подручных материалов это такие жуткие гагары ржавые с оголенными проводами которые люди подключают в сеть это даже мина незамедленного действия это просто мина которая обязательно загорится штрафуется ли вы за такое и как изымается много ли изымается в сезон вот таких вот кустарных да вещей факты применения нагревательных приборов не заводского как мы называем кустарного изготовления они на самом деле имеют место до чего только люди не додумываются правильно вы сказали любые металлические предметы решетки радиаторы какие-то спирали к ним подключаются электрическая проводка ну и соответственно в электрическую сеть все это так сказать оборудование отопительное запускается что самое ужасное вы можете вспомнить своего опыта самое ужасное что вы видели сами батарея грубо говоря в скрутку оголенные жилы проводов значит на кирпичах вот эта конструкция лежит значит ну и она также может использоваться для приготовления пищи для обогрева помещений для сушки там одежды и каких-то домашних скажем так предметов но здесь вопрос том что средства защиты но это устройство так называемое никаких не имеет то есть случае перепада напряжения на сети или так далее ну автоматически это все не отключается продолжает и продолжается эксплуатация этого прибора ну и соответственно происходят пожары слову нашим зрителям я думаю уж коль мы подняли эту тему обогреватели было бы интересно и знать а какие обогреватели считаются наиболее безопасными сегодня но как профессионал какие порекомендуется или наименее опасно но все таки заводского изготовления потому что нету такого это как и обогреватели как и любой другой электроприбор он должен быть заводского изготовления он должен быть исправен должны быть соблюдены сроки использования каждой вещи есть нормативный срок ее использования зачастую наши люди этим пренебрегают и получается что от таких электроприборов происходит возгорание но если горе с точки зрения наверное как для обывателя человека который будет пользоваться этими электроприборами наверное все таки масляный потому что он не имеет открытых элементов накаливания да обогрева поэтому я бы наверное если выбирал для себя обогреватель я бы выбрал масляный спасибо за совет одно время и очень наверное длительное время вот эти категории которые мы уже проговорили выше нуждающихся там малоимущих активно помогали местные бюджеты местные советы вот именно в этой части безопасности подмазать печь и для них закупались автономные пожарные вещатели которые вешались в их домах чуть ли не принудительно даже менялась проводка хотелось бы спросить по прошествии лет вот сейчас в настоящее время какие категории граждан из перечисленных нами имеют право по законодательству на такую помощь и какова сегодня эта гарантированная помощь для людей которые оказались в трудной жизненной ситуации для многодетных семей инвалидов одиноко проживающих пенсионеров на сегодняшний день вот этой категории граждан многодетные семьи семьи которых дети признаны социально опасном положении инвалиды одиноко проживающих граждан значит предусмотрены государственные программы то есть правильно вы сказали значит вот эти виды работ по установке тех же самых автономных пожарных извечать ремонту печей электропроводки электрического оборудования выполняются за счет госпрограмм которые действуют ну одна госпрограмма социальная защита вторая демографическая безопасность значит рассчитаны на 21 по двадцать пятый год если категория граждан попадает под мероприятие государственных программ принимается решение и этим гражданам оказывается необходимая помощь куда нужно обратиться как это оформить документарь сельсовет органы социальной службы то есть территориальный центр социального обслуживания населения что будет сделано в конкретном доме на какую помощь конкретно в зависимости от специалисты выезжают оценивают объем работы зависимости от итогов обследования принимается решение ремонтирует и в полном объеме может быть выполнен ремонт капитальной печи то есть такие работы проводятся полностью может быть заменена электропроводка если она уже длительное время эксплуатируется находится ветком состоянии и способна привести к возникновению пожара то есть тут подход индивидуально зависимости от конкретного случая скольким домовладением будет оказывать такая помощь даже интересно по стране это сотни это десятки это тысячи никаких адресов это все скажем так по выявительному и заявительному принципу значит поэтому достаточно большое количество работ и объемов выполняется в рамках этих государственных программ ежегодно спасибо завершая тему по опи вы уже в разных ответах подымали их эффективность их необходимость простота дешевизна удобства минимализм в исполнении сколько жизней за последние 10 лет спасли по стране автономные пожарные извещатели считает ли мчс эффективным сегодня мчс считает эффективными автономные пожарные извещатели за 10 лет это более двух тысяч спасенных жизней те случаи которые были официально зарегистрированы за первое полугодие это было порядком 25 случаев и мы постоянно сталкиваемся с пожарами люди которые были спасены исключительно благодаря сработке автономного пожарного извещателя может какой-то пример привести наиболее такой показатель который вот на слуху в подразделениях мчс знаете наверно любой пример который не возьми он показательный вот и буквально из недавнего у нас в славгородском районе извещатель спас жизни семье и двое детей то есть ну любой случай который не разбирай есть трагедия у человека есть маленький маленькое устройство которое помогло избежать трагедии продолжая вот эту тему по оказанию адресной помощи людям которые в этом нуждаются вот в период холодов мы не можем не затронуть проблему она есть в сельском месте тут кто бывает бывает в рейдах бывает на репортажах видит что вот эти вот позиция государства по оказанию помощи да то есть вот эта покупка всего там ремонт печей порой не всегда порой в ряде регионов приводит никому такому я назову социальным иждивенчеству поясню типичная картина сельский дом престарелая мама которая получает пенсию великого возрастный сын который нигде не работает живет за счет мамы зачастую выпивает ну и представляет так сказать риск для мамы и для себя формально у социальных служб у подразделения мчс у пожарного надзора оснований для оказания помощи вот такой бабушки нету что формально с ней проживает сын в то же время инспектор видит что ситуация тяжелая и если такой великого возрастный сын в нетрезвом виде закурит то это будет два трупа в доме как вы выходите из таких непростых ситуаций такие случаи к сожалению на самом деле встречаются встречаются довольно часто значит но здесь хотел бы напомнить что согласно кодекса о браке и семье дети обязаны заботиться о своих престарелых родителях и оказывать им всяческую посильную помощь то есть это ну не то что хотят не хотят обязаны это законодатель так определил значит при выявлении таких фактов когда дети проживают с пенсионерами родителями значит сами нигде не работают и не хотят работать значит и своим поведением создают угрозу безопасности и жизнедеятельности не только себе но и своим родителям значит мы здесь понятно что мчс как было в начале сказано ну не в силах здесь самостоятельно решать эти проблемы мы активно подключаем к этой к этим вопросам органы внутренних дел значит местную местные органы власти органы здравоохранения то есть если человек злоупотреблять спиртными напитками значит в любом случае по результатам посещения информируются данные субъекта профилактики и они уже значит опять же в рамках своей компетенции проводят с данными гражданами для соответствующих профилактическую работу чтобы поменять попытаться изменить образ жизни мышление поведение ну и бывают тоже неоднократно такие случаи когда люди ну как бы становится скажем так на пути исправления принимают вот эти претензии которые компетентные органы им обозначают и начинают скажем так лечиться от алкогольной зависимости значит приводить надлежащий вид противопожарное состояние свое домовладение и все таки если перевести на практический язык за чей счет делается ремонт в таком в таком доме вот где живет за счет сына или за счет кого чтобы починить от печное оборудование проводку неисправно формально же он живет с матерью за и заставляют устраивал если он не работают и трудоустраивают значит тоже мера скажем так социальные скажем так реадаптации граждан которые длительное время допустим злоупотребляли спиртным напитками но приняли решение изменить коренным образом свой образ жизни им предлагаются варианты трудоустройства значит в любом случае безопасность граждан это первую очередь их обязанность продолжаю эту проблемную тему по алкоголю это конечно проблема в сельской местности это известно вот и самая главная проблема для этих людей они сами и получается задача всех заинтересованных служб оградить этого человека от самого себя пока он не придет в чувство помочь ему излечиться и так далее водка но известно что направить человека в лтп на принудительное лечение довольно сложно это целая процедура какая ниша здесь у мчс не назрели ли здесь какие-то законодательные изменения для упрощения данного процесса и для минимизации рисков вот именно в этой части потому что закурил выпил уснул и сгорел вы это очень негативная и ныне действующую форму здесь как раз таки можно рассказать вот по сначала с республиканского уровня потом на практике то что вы говорили изначально помните как раз таки хочу и вернуться к тому что повлиять комплексно серьезно существенно на конкретно данную проблематику можно только благодаря взаимодействию всех субъектов профилактики взаимодействию с органами местной власти для того чтобы как раз таки выявлять подобные случаи разрабатывать адресные меры и направлять их направлять на местах для того чтобы каким-то образом эту проблему решать и направлять верное русло и сегодня как раз таки министерство по чрезвычайным ситуациям на уровне комиссии по чрезвычайным ситуациям представители министров подымать этот вопрос разрабатывают проект рекомендации при которые помогают всем субъектам профилактики взаимодействовать друг с другом и вырабатывать верные решения для того чтобы решить проблему не избежать этой проблемы а именно решить но первая информация поступает от вас от социальной службы лет милиции заставляет протоколы и направлять в зависимости от того кто посещает домовладение в первую очередь если министерство по чрезвычайным ситуациям государственный пожарный надзор то конечно информация идет от нас много таких информации вообще оформляется если так сказать за год по гомельской области допустим порядка 300 случаев по которым мы информировали органы внутренних дел для необходимости принятия мер реагирования в отношении вот такой категории граждан которые злоупотребляют спиртными напитками нигде не работал ваш опыт вы все это видели сами были в таких домах как вы рассказываете эффективно ли лечение сколько вот из этих 300 после лтп вернуться более-менее нормальными людьми и задумаются так если объективно говорить тут динамика динамику сложно будет проследить откровенно говоря здесь конечно больше больше роли будут играть социальные службы которые ее отслеживают которые видят и наблюдают с нашей точки зрения в целом поменять сознание человека который ведет асоциальный образ жизни достаточно сложно сегодня ставку нужно сделать первую очередь на подрастающие поколения на воспитание детей для того чтобы они влияли уже на уровень безопасности своей жизни то есть надо воспитывать достойных людей достойных граждан сегодня мы как раз таки по своему направлению этим активно занимаемся вот к примеру мы сейчас говорим в зубренке в этот момент проводится республиканский слет юных спасателей пожарных мы эту работу проводим уже четверть века это 25 слет который мы проводим собираем детей со всей страны которые проводим для них комплекс различных мероприятий начиная от обучения вопросами пожарной безопасности основ безопасности жизнедеятельности заканчивая развитием их творческого потенциала спортивного потенциала то есть мы вкладываем на сегодняшний момент в наше будущее поколение и стараемся и развивать в них комплекс хороших качеств для того чтобы они стали надежным продолжением нашего безопасного будущего устойчиво будущего устойчиво общество и это очень важно спасибо все вы в своих ответах так или иначе касались темы курения давайте назовем абсолютную цифру сколько в год гибнет вот и по причине курения в стране можем есть такая цифра на слуху 200 смотри это 200 261 человек из 412 я знаю что я знаю что в разное время мчс предпринимала колоссальные усилия для того чтобы переломать эту проблематику напомню тем кто не не в курсе шел даже разговор о том чтобы разработать разрабатывал специальная бумага или сигарет которая называлась самозатухающая потому что она не тлела в руке если человек не делал затяжку то она потухала таким образом постельное белье не загоралась разрабатывались отдельные образцы постельного белья которые не загорались которые были обработаны специальными составами но насколько мне известно широкого распространения эта практика не получилось хочешь спросить почему и какие движения в этом направлении предпринимает профильный институт не пб чс мчс какие общие виды планы и наработки здесь ну касательно вот сигарет к этому мы идем и я думаю что должны прийти общество должно созреть для этого сегодня если проанализировать международный опыт сигареты с пониженной воспламеняющей способностью уже внедрены в соединенных штатах америки европейском союзе в австралии и этот опыт уже дал свои хорошие результаты к примеру в литве финляндии после введения подобных сигарет количество пожаров и гибели людей по этим причинам снизилась на 40 процентов то есть это существенный элемент который может повлиять на уровень смертности людей от пожаров по этой причине и работа проводилась работа проводилась адресная вы правильно сказали что различные варианты рассматривались но на сегодняшний момент самым эффективным является конечно сигареты сигареты с низкой воспламеняющей способностью их нельзя назвать пожаробезопасными потому что вероятность возгорания все равно существует но вместе с тем риски сокращаются в разы в разы есть моменты мы предлагали на различных уровнях внедрения подобных сигарет изучали международный опыт об этом информировали всех заинтересованных сегодня более того в рамках евразийского экономического союза эти вопросы они регулируются техническими регламентами мы и туда направляем свои предложения для того чтобы эти технические регламенты регулировали эти вопросы но насколько нам известно сегодня есть определенная проблема с производством подобных сигарет интересно существуют сегодня образцы вот она на территории я с вот таких сигарет хотя бы в единичном экземпляре образцы какая-то марка который продается уже нет не продаются такие сигареты на сегодняшний момент именно в в рамках а вот этот эксперимент с постельным бельем получил ли вам продолжение то есть два фактора из сигарета и постельное белье которое горит про сигареты вы рассказали постельное белье единичные экземпляры делали проблема заключается в том что тот та категория граждан которые злоупотребляют спиртными напитками и курят в нетрезвом состоянии они не будут покупать подобное белье поэтому здесь более логично более правильно как раз таки работать с источником проблема а это сигарет не потушенная сигарет в беларуси перспектива у этих наработок есть и вас правильно по сигаретам я надеюсь что есть мы должны к этому двигаться и двигаемся на сегодняшний момент спасибо скажу и от себя и наверное от всех граждан беларуси мы все привыкли за эти годы что мчс у нас в абсолютных лидерах или в лидерах по пожарно-спасательному спорту по этой дисциплине не просто в стране в мире в снг мы очень высоко котируемся мы в числе ведущих сборных на и на континенте и и на планете потому что всегда приезжаем с первыми местами вторыми то есть пожарно-спасательный спорт а это для непосвященных расскажу элементы боевой работы спасатели подъем по штурмовой лестнице например и другие элементы которые используют свои работе спасатели вот они довезли до автоматизма и эти цифры сегодня высоки показатели высоки кто-то скажет а зачем они эти цифры бегать прыгать объясним непосвященным что эти цифры в конечном итоге заставляют подразделение мчс ориентироваться на эту высокую планку и брать самим более высокую планку в боевой работе реальной на возгораниях на чп и так далее и это в год спасает сотни жизней по стране так есть поэтому примите от нас сегодня этот комплимент все в стране это видят более того в беларуси существуют очень четкие нормативы мне хотелось бы сегодня рассказать чтобы наши зрители это знали и слушали норматив прибытия если не ошибаюсь пожарного подразделения на пожар в городе в областных городах минске там до 5 до 5 минут сельской местности до 10 минут но хорошему все всегда очень быстро привыкают и к тому что спасатели быстро к тому что спасается сотни жизни к тому что быстро приедут вот подскажите а как эта ситуация у наших ваших и у наших западных коллег предположено в странах евросоюза если такие такие нормативы по прибытию всегда ли приедет подразделение мчс в такой жесткий срок и будет биться за чужую жизнь на сегодняшний день министерство по чрезвычайным ситуациям построена целая система подготовки к реагированию на чрезвычайной ситуации к тушению пожара в том числе проводятся различные конкурсы это пожарно-аварийно-спасательный подготовка пожарный спорт он состоит из элементов именно из боевой работы которые используются непосредственно в повседневной деятельности при тушении пожаров кроме пожарного спорта также ряд проводится конкурсов соревнований это многоборья спасатель конкурса профессионального мастерства по направлению где оттачиваются методы приемы способы тушения пожаров ликвидации чрезвычайной ситуации повышается навык спасателя все это происходит соревновательном режиме соответственно это повышает какие-то рамки делаются какие-то выводы проводятся тренировки получается опыт применяется это потом непосредственно в боевой работе непосредственно при ликвидации чрезвычайных ситуациях определяется лучшие победители на сегодняшний день да действительно уровень спасателя республики беларусь намного вырос даже по истечению не такого длительного периода буквально за несколько дней на сегодняшний день спасатель это профессионал своего дела который может ликвидировать различные чрезвычайными ситуациями обладает определенными навыками ведения аварийно-спасательных работ при тушении на пожаре при работе на высоте при работе с различными аналогами аварийно-спасательного оборудования то же самое подразделение сегодня оснащены широким парком пожарно-варийно-спасательной техники что сокращает время прибытия подразделений например автомобили быстрого реагирования комплектуются на базе подразделений они отличаются повышенной маневренностью сокращают время прибытия оснащены силами и средствами определенными которые позволяют провести первоочередные работы сократить именно момент значит когда человек оказался в опасной для него ситуации и до того момента когда пришли ему на помощь то что касается каких-то определенных отличий введения вообще аварийно-спасательных работ тушения пожаров где-то методика отличается даже в российской федерации несколько построена по-другому может быть где-то мы обмениваемся в том числе практическим опытом на международных конкурсах соревнованиях там моделируется максимально близко приближены к боевым условиям чрезвычайные ситуации моделируются горячие дома обвалы где необходимо произвести аварийно-спасательные работы получить какой-то опыт обменяться опытом потом применить его в повседневной деятельности естественно я вас перебью здесь ну знаю внутри ситуации например в беларуси если подразделение в городе не доедет за эти пять минут или на селе то будет разбор полетов потом то есть у нас это стране находится на очень жестком контроле и повторюсь где-то в странах евросоюза немножко дальше если такие нормативы сегодня смотрят ли так жестко за этим соблюдением норматива прибытия в конечном счете это жизнь человека я на радость отвечу вот если сравнивать допустим по международной системе реагирования во первых все зависит от того какой случай и кто реагирует допустим в европе этот вопрос очень серьезно развита части добровольчества у нас все-таки профессиональная служба соответственно уровень реагирования на порядок выше то есть у нас государство уделяет этому вопросу огромное значение и финансируют и финансируют и здесь не только финансах дел у нас здесь и морально-нравственная подготовка людей у нас очень серьезная система подготовки кадров выстроена если мы посмотрим к примеру университет гражданской защиты который готовит специалистов для нашей системы то во первых это базовая организация снг по подготовке кадров области предупреждения кейс мчс но сегодня это уже университет гражданской защиты он объединил все образовательные наши учреждения в университет и сегодня готовят как деток в лицее при университете так и другие кадры предоставляет возможность получения первой и второй ступени высшего образования но дело все в том что вот вы заговорили насчет международной темы очень хорошо сравнить себя вот мы реагируем и понимаем что у нас есть определенные нормы у нас есть определенные подходы правила ведения тех или иных пожарно-спасательных работ но когда ты сравниваешь себя в свой свои механизмы боевой работы с теми элементами которые выполняют допустим наши зарубежные коллеги можно сделать вывод насколько эффективна наша система и конкретно изучая международный опыт в этой области мы можем гордиться нашими спасателями потому что на сегодняшний момент одни из лучших спасателей в мире тот подход то оснащение те аварийно-спасательные методы которые применяются они на передовой более того мы ведь не стоим на месте сегодня республиканский отряд специального назначения зубр он аттестован по международным требованиям на самом он инцарак это международная консультативная группа он по поиску и спасения она была создана специально для того чтобы унифицировать методы ведения поисково-спасательных работ при крупных чрезвычайных ситуациях и у нас сегодня в беларуси в компактной беларуси создан такой отряд который может выполнять самые сложные работы по поиску и спасению проводить аварийно-спасательные работы в экстремальных ситуациях в любой точке мира и это как раз таки показатель той системы который у нас существует той государственной поддержки которая оказывается для в первую очередь людей да мы можем даже конечного потребителя этой помощи то есть мы сегодня можем гарантировать что наши подразделения эффективно приедут но не для того чтобы там под галочку сегодня спасатель это призвание и когда мы говорим про международный опыт про наших коллег они тоже спасатели мы с ними общаемся не все стремятся максимально эффективно оказать помощь но та система которая создана у нас она фактически уникальна вот даже если посмотреть в европе нету отдельных министерств которые курируют все чрезвычайные ситуации где-то в одном ведомстве где-то в другом ведомстве где-то волонтеры то есть это такой вопрос скажем так вторичного характера у нас мы собрали все риски объединили их и создали министерство который сегодня эффективно выполняет поставленные задачи по спасению жизни людей по обеспечению безопасности наших территорий наших граждан от всех видов чрезвычайных ситуаций и самое главное что что наш опыт сегодня уже не просто изучается его копируют его копируют вот узбекистан наши дорогие коллеги узбекистана они не просто изучали наш опыт они попросили нас оказать им методологическое содействие создание подобной системы и они создали по образу и подобию нашего министерства по чрезвычайным ситуациям сегодня такая же структура эффективная структура выстроена в узбекистане поэтому хорошо сравнивать международный опыт здесь ты можешь увидеть куда нужно стремиться и можешь проанализировать насколько ты эффективно выполняешь поставленные задачи поставленные первую очередь перед обществом задач потому что наша служба она направлена для спасения людей спасибо намного сказали о тех проблемах которые есть на селе сегодня в отопительный период в сезон холодов но мы не проговорили один такой узкий момент в городе понятно все немножко проще мы живем в квартирах здесь центральное отопление здесь нет печей и буржуек вот и притопочных листов но главной проблемой больших городов областных центров оставали всегда дворовые территории и тот кто хотя бы раз видел аце автоцистерну даже двухтонник или пятитонник понимает что зимой въехать во двор в котором все заставлено машинами у нас среднем на каждую квартиру около двух машин приходится личных очень тяжело проблема решалась по-разному были проблемные вопросы из гаи были проблемы у самих водителей этих автоцистерн кто потом будет платить платить за разбитые стекла за погнутых их кузова этих машин как эта проблема решается сегодня скажем минске в областных центрах интересно было бы услышать если какие-то законодательные изменения здесь упрощающую работу подразделений ну в целом хочу сказать да это одна из основных таких проблем когда по прибытию подразделения на место через существует ограничение вообще по маневрам приходится ввиду того что заставлено транспортом личным приходится значит производительное боевое развертывание на расстояние на удаленном однозначно работы будет выполняться это не прекращается на сегодняшний день это кажется зрители не понимают боевое развертывание значит вести линию за за километр совершенно верно вы это имеете ввиду проводить поисково-спасательная работа спасать человека непосредственно подъезду в близ не удается подъехать с транспортом заставлено по факту на сегодняшний день решается это взаимодействую с гаи с госавтоинспекцией на место прибывает госавтоинспекция организует значит подъезд территории соответственно далее проводится аварийно-спасательная работа права таранить у вас нет по-прежнему эти нет права таранить нет при соблюдением тех мер безопасности соблюдение правила дорожного движения соблюдением в том числе проезда начиная от перекрестков использования звуковой световой сигнализации все это четко регламентированно нашими нормативными документами мы действуем согласно наших документов но проблема существует в том числе обозначали проблему это прорабатывается она и в средствах массовой информации прежде всего опять же таки это сознание непосредственно граждан сегодня эта проблема актуальна на сегодняшний день до актуальна проблема пытаемся решить но она остается можно сказать открытой она и будет открытой здесь люди должны понимать те которые нарушают правила парковки в дворовой территории что вот их нарушение может повлечь либо стоить жизни другого человека которые не успеют за поврежденную личную машину если скажем подразделение спешила и зацепила заплатить заплате подразделения мчс естественно происходит расследование стандартная процедура оценивается ущерб ущерб выявляется виновное лицо кто нарушил независимо от того это специализированная техника аварийно-спасательный личный автомобиль если это установлено что было оправданно была оправдана соответственно оправдывается если какие-то нарушения есть даже со стороны водителя пожарного автомобиля аварийно-спасательного автомобиля то предъявляется к нему какой-то иск то есть все как бы прописано и решается только так ну я еще раз повторю что вот это именно сознательность граждан которые на сегодняшний день это начиная вот о соблюдении мер пожарной безопасности возвращаясь тематики да на сегодняшний день вот суматохи бытовых проблем да это соблюдение правил элементарных безопасности личной пожарной безопасности они автоматом отходят на какой-то второй план человек по сознательно не воспринимает на должном уровне насколько это серьезно уже непосредственно когда столкнувшись с проблемой только тогда человек осознает вот такая ситуация на сегодняшний день когда это касается лично вы выходите совершенно верно раз таки вот отсылка к формированию культуры безопасности жизнедеятельности как говорил евгений владимирович да и к сознанию того что каждый человек несет ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких только он и никто иной да мы как специализированная служба можем приехать помочь в той или иной чрезвычайной ситуации но в первую очередь сам человек должен задуматься об этом и вот данная ситуация которую мы сейчас разобрали да с парковкой человек не задумывается что может быть не если не у него то у него соседа случится пожар и специальные службы не смогут приехать вовремя среагировать то есть они вовремя среагируют но задержкой по времени предлагаю вернуться к ролику с которым мы начали сегодняшнюю встречу вот ролик богдания шелеги интервью с ним вот я думаю и вас удивило и те кто погружен в тему немножко то как этот парень школьный по сути хорошо обучен навыкам эвакуации людей из помещения что нужно лечь на пол сегодня потому что там сохраняется кислород что как выбить стекло и как вынести человека то есть он спас жизнь троим людям разумеется себе и сестрам благодаря своему мужеству он отважный парень молодец настоящий герой вот но он обучен предупрежден научен значит вооружен вот то что мы сегодня видим и мне кажется что для всех сегодня очевидно что министерство по чрезвычайным ситуациям добилась очень высоких показателей в плане профилактики я знаю что эта работа ведется уже четверть века очень много внимания и уделяете я думаю что все мы все жители минска областных центров знает наизусть ваши ролики о том что жизнь это не игра суперменом которого спасает сотрудник мчс о том что бабушка не сможет связать вам носки или испечь пирожки потому что бабушка мы не смогу да не сможем вместо вашей бабушки да мы как родители с удовольствием слушаем в гипермаркетах сообщение о том что нас мчс благодарит за то что мы научили своих детей безопасной жизнедеятельности вот вся работа помимо там ведомственной прессы листок и лагерных смен о которых вы рассказываете она имеет свои плоды и мы сегодня это увидели хотел спросить как сегодня идет работа в школах по курсу об обучению безопасности жизнедеятельности и какие перспективы есть учебных заведениях для этого мы видим что эти знания помогают сегодня спасать жизнь на самом деле есть курс школьной программы но он рассчитан больше на начальную школу для старших классников это все-таки факультативные занятия и нам конечно как специалистам ведомства хотелось бы чтобы таких занятий было наверно больше но но вместе с тем нами проводится системная работа и работа это не только со школьниками мы начинаем уже работу с детского сада на простых примерах там допустим какой номер службы спасения как действовать при эвакуации в формате игр если это детки в саду со школьниками соответственно тоже более серьезный обстоятельный разговор прорабатываем алгоритмы вот как пример нашего героя сегодняшнего вы сказали удивило наверно нас это не удивило для нас это просто гордость что человек ребенок правильно воспринял ту информацию которую мы доносили и правильно ее применил то есть он выполнил тот минимальный алгоритм который необходимо было выполнить если говорить в разрезе лет да то на сегодняшний день можно сказать что пожаров и гибели по причине неосторожного обращения с огнем именно детская шалость да она снизилась в разы то есть это показывает говорит о том что наша работа действительно эффективна формирование культуры у подрастающего поколения по крайней мере это точно продолжу что данная работа ведется и с иными категориями граждан дальше мы увлекаем сюда студентов хочу рассказать что у нас есть замечательный конкурс студенты безопасность будущее где принимают участие практически все учреждения высшего образования и потом финал этого конкурса на базе нашего иппк они в роли настоящих спасателей проходят полосу препятствий работают в завалах ликвидируют пожары иные час оказывают помощь на воде то есть мы готовим их уже к осмысленной взрослой жизни дальше мы работаем с трудовым населением это выступление в трудовых коллективах это если мы говорим про сельскую местность значит выступление на сельских сходах постоянно проводим какие-то мастер-классы и тренинги не обходим мы стороной пенсионеров здесь у нас прошел замечательный конкурс мудрость опыт безопасности где люди золотого возраста приняли участие вот как студенты ну конечно более упрощенной форме но тем не менее вспомнили те азы необходимые которые могут если что спасти жизнь да вообще на самом деле работа обширная начиная в первую очередь с вашей помощью средств массовой информации мы через наши имиджевые ролики через наши аудиоролики которые транслируются по радио в том числе доносим ту информацию которая ну я думаю не будет лишней по крайней мере для людей не могу не сказать что в регионах и это все видят и отмечают и это вызывает в принципе очень такие яркие эмоции у людей у детей открываются центр интерактивные центры безопасности они насколько мне известно есть уже во всех областных центрах в столице более того они не имеют аналогов сегодня на пустоветском пространстве и действительно они созданы в очень увлекательном интерактивном режиме то есть ребенок может увидеть чрезвычайную ситуацию пропустить ее через себя то есть это активная эмоция это активный навык который ребенок сможет пропустить расскажите пожалуйста об этих центрах и какая перспектива их развития в нашей стране все верно в каждой области нашей страны созданы такие центры в некоторых областях их не несколько значит здесь как вы сказали ребенок но нет на самом деле любая категория населения может прийти в этот центр и для каждой из них есть своя программа по которой мы работаем свой свои особенности подачи материала и здесь вот путем эмоционального проживания вот этой ситуации которая моделируется у человека происходит длительное запоминание то есть как есть краткосрочная память и долгосрочная вот здесь долгосрочный эффект он попробовал руками он на себе почувствовал эффект задымления того же да где-то правила оказания помощи утопающего есть специальные тренажеры-симуляторы которые позволяют используется дополненная реальность где человек может с помощью программно-аппаратного комплекса увидеть причины и последствия пожара то есть на самом деле уникальная вещь мы на сегодняшний день стараемся развивать дополнять дополнительными площадками дополнительными тренажерами-симуляторами и если говорить о каком-то результате может быть на сегодня вот звонит звонки от населения поступают и люди благодарят действительно нас почему потому что побывав в нашем центре простой пример у нас есть комната оказания первой помощи где мы отрабатываем прием геймлиха человек женщина позвонила поблагодарила за что потому что побывав в нашем центре случайно вечером у нее подавилась соседка и вот эта женщина которая позвонила сказала если бы я вот не побывал в вашем центре я бы не знал что делать а вот я просто даже не имея большой практики я просто попробовала и соответственно оказала помощь этому ну разве это не чудо да разве это не результат очень интересный пример спасибо какие инновационные идеи сегодня есть у министерства по чрезвычайным ситуациям именно в целях профилактики продвижения философии безопасной жизнедеятельности о которой вы сказали вот что нас еще ожидает в беларуси на что вы делать будете делать ставку ближайшее время или уже ее делать я наверное можно быть немножко дополню по центром безопасности потому что эта тема она очень чувствительная очень интересная и здесь если рассматривать в масштабах страны у нас сегодня 10 центров безопасности то есть это уникальные объекты которые обучают на безвозмездной основе наших детей наших граждан при этом туда внедрены новации то есть по последнему песку моды все выстроено последние достижения технологии если рассматривать допустим республиканский центр образовательный там три этажа 32 уникальной площадки и здесь что очень важно что мы готовим наших людей наших граждан к возможным чрезвычайным ситуациям не только свойственным в республике беларусь но и те стихийные бедствия которые с которыми они могут столкнуться и за рубежом к примеру в землетрясение поэтому сегодня если анализировать опять же международный опыт подобные центры есть там в китайской народной республике с определенным преломлением и в республике беларусь российской федерации наши коллеги пока не сделали подобного центра это опять же подчеркивает уникальность нашей работы в отношении граждан и и сегодня понимаете когда мы думаем когда мы мыслим именно так помочь людям мы постоянно будем внедрять новации постоянно будем внедрять новые методы работы с населением для того чтобы приблизить число летальных исходов при чрезвычайной ситуации к нулю и здесь залог это комплекс вопросов начиная от формирования культуры безопасности жизнедеятельности какие-то профилактические сегменты пассивная безопасность как автономные пожарные извещатели невоспламеняющиеся сигареты и также реагирование на чрезвычайные ситуации оказание помощи мы сегодня не сказали кстати но на сегодняшний момент 344 человека было спасено на пожарах к сегодняшний момент это говорит о том насколько эффективно выстроена система реагирования на чрезвычайные ситуации оказание помощи людям сегодня также мы не сказали насчет техники вооружения у нас же сегодня научно-исследовательский институт есть есть развитый промышленный комплекс развитая образовательная база где мы готовим инженеров и благодаря всему этому благодаря тому что мы сохранили производственную базу промышленный потенциал мы имеем возможность производить современную пожарно-аварийно-спасательную технику белорусского производства здесь у нас в стране есть заводы которые производят замечательную технику сегодня про сельскую местность говорили десятитонники сельская местность там какой фактор осложняющий при тушении пожаров водоисточник поэтому были специально внедрены в боевые подразделения автоцистерны с большой емкостью воды на колесной базе МАС на колесной базе МАС и это позволяет там расчет выезжает позволяет тушить ликвидировать пожары без подключения водоисточнику это опять же как раз таки показывает системную работу то есть мы сегодня вот когда анализируем причины возникновения пожаров чрезвычайные ситуации которые происходят в стране исходя из этого начинаем вырабатывать методы и подходы как с этим бороться для этого структура министерства позволяет реализовывать масштабный проект спасибо вам огромное за участие в проекте Билта страна говорит сегодня с вашей помощью мы назвали немалое количество рецептов которые позволят в сезон холодов нашим сельчанам и жителям городов сберечь свои жизни и с минимальными потерями пройти через этот отопительный холодный сезон стране осталось только выполнить эти рекомендации спасибо вам спасибо 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 спасибо